Это большой информационный вечер, мы продолжаем. 15 октября. Клуб Лос-Глобус на бульваре Санцет в Лос-Анджелесе. Вход только для совершеннолетних. Анонс того, что многие уже называют самым ожидаемым рэп-батлом в истории. Все говорят о просмотрах, но мало кто знает, что один из самых просматриваемых бэтл-рэперов даже не американец. Парень из России, у которого по просмотрам просто дичь. Любители жанра, конечно, уже поняли, о ком идет речь. Мирон Федоров, он же Оксимирон, главная звезда отечественного хип-хопа. Недавно сразился в словесной дуэли со славой КПСС, или, как еще называют его, Гнойным. Сколько просмотров было там, наверное, все помнят. 22 миллиона, мировой рекорд. И вот теперь новый вызов, битва с признанным королем батлов, американцем Дизастером. Вот кто-то уверен, Гнойному Оксимирон проиграл именно потому, что уже тогда усиленно готовился к этому, можно сказать, трансатлантическому противостоянию. И готовиться там действительно есть к чему. Ну, во-первых, Дизастер, мастер игры слов из жестких панчлайнов. Во-вторых, по комплекции своего будущего визави явно превосходит, поэтому похлопать его по плечу или ткнуть пальцем едва ли получится. Может и ответить, причем не словами. Ну и в-третьих, батл пройдет полностью на английском. Станет ли это проблемой для Федора, мы узнаем у Алексея Конопко. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Вот Оксимирон в Оксфорде учился. Хватит знаний переиграть такого противника? Конечно, не зря же учился даже на английскую литературу. Тут скорее Дизастер впору волноваться. Трейлер этого батла тянет на голливудский фильм. Снежная Москва против солнечной Калифорнии. Запад против Востока. Дизастер хочет пошуметь на весь мир. Мирон принимает вызов. Это сообщение для международного рынка. Всем известно, что я лучший в мире рэпер. Я уделаю любого на этой планете. В ближайшие месяцы у меня будет немного свободного времени. И я отправляюсь в Россию, чтобы показать в батле с Оксимироном, на что способен. В синем углу ринга обладатель вот этого дружелюбного лица по имени Башир Ягами. Ливанец из Калифорнии, 33 года. Вес неизвестен, рост тоже, но, судя по видеозаписям, немаленький. На профессиональном уровне провел 97 поединков. В отличие от россиянина, проигрывал не один раз. Иногда нокаутом, правда, не себя, а соперника. Против него сын физика и библиотекаря из культурной столицы с русским именем Мирон. Меньше на год и на пару десятков килограммов. Что касается Оксимирона, это человек, который не боится высказывать свое личное мнение в своем фристайле, вот, то есть на самом деле, по моему мнению, что человек реально смел, потому что говорить такие подобные вещи и писать такой текст, это надо задницу иметь. Мировое турне, там еще в Филиппине, значится, дизастр запланировал два года назад, впечатлившись популярностью рэп-баттлов в России. Заявил, что много знает о нашей культуре и внезапно поблагодарил Бога за коммунизм. Теперь оказывается, что играть Оксимирону придется на чужом поле. Коллеги, впрочем, за него не волнуются. Рэпер, он и в Африке, ну или в Америке, рэпер. Мы намного ближе и менталитетом, и уж тем более в рамках баттл-рэп-культуры, чем кажется. Поэтому я не думаю, что будут какие-то большие особые развлечия и так далее. К тому же Мирон живет не только в границах Российской Федерации, да. Он много путешествует и в курсе того, что происходит по миру. Поэтому, я думаю, ему будет что сказать. Недостатков в технике американца будто бы нет. На соперника он собирает целые досье, использует много импровизаций, агрессивен, эмоционален. Те, кто понимает, говорят о прекрасном флоу. Это когда в ритм хочется раскачиваться или притоптывать ногой. На чем же стоит сконцентрироваться Оксимирону на панчлайнах или сетапах, мы попросили посоветовать профессионального музыканта. Выкиньте эти слова все. Я вообще с вами не буду разговаривать ни с кем из журналистов, потому что вы будете пользоваться их терминологией. Ему надо, по идее, наши мозги поправить, вашему Оксимирону. Когда они будут... ...дети, вы не сможете им прочитать свою собственную дату, потому что он будет побоиться, что ребенок вырастет и даст ему врыва. Мы запрещем к Америке, никакое отношение имеем к негритянской культуре. Я не врубаюсь, ну что, не пускай американцы там с ума сходят. Мои... ...это зачем? На этой встрече дизастр получит рекламу, которой на родине его и Рэббатлов нет даже близко. Для сравнения, всей сотней своих боев американец набрал около 65 миллионов просмотров. Мирон заработал треть от этого. Лишь одной встречей с Гнойным. И даже в английской Википедии про нашего бойца целая статья. О противнике ни строчки. Несмотря на огромное обилие нецензурной лексики и таких достаточно агрессивных выражений... ...рэпер проявляет незаурядный интеллект. Отсылки к старой поэзии... ...какие-то исторические факты и так далее. Молодежь мало чего знает, может быть, да, но она все это может прогуглить. Поэтому это такая форма познания. Плюс к всему это просто интересно, потому что есть драйв и... ...есть поединок. Ну а о будущем результате батла поклонники Оксимирона свой вывод сделали заранее. Если победит, укрепит авторитет русского рэпа. Проиграет, значит, просто поддался. Алексей Конопко о рэп-баттле века. В Москве сегодня... Играет музыка... ... Продолжение следует...